На территорию отдела? Да, на территорию отдела. Все нормально. А вот и вон. Если вы, конечно, вообще против народа, против нас, против народа, против Путина, вы так и скажите. Никому не обиду. Бумажа такую, туалетную такую? Всяческие попытки спровоцировать, чтобы совершать... Да нет, смотрите, выжили, выжили. У меня других, но я с вами согласен. Это называется нарушение права предприятий. Профессиональный. Человека сюда привез. Уволили сегодня, так что все хорошо. Трехово? Да. А среди них вот не было, это полицейского водителя? Нет, у него только взыскания не было. Она пропустила ограженную машину на территорию, за это увольнение. Это еще по статье. Да, по отрицательным отъезду. Давай, я-я-я, проходной двор закрыли. Нам закрыли ворота на цепь и сидят все в бронежилетах, автоматчики. Да, неоднократно то, что в ноябре, в ноябре 17-го года писал. Ну, не год прошел, 10 месяцев. Как он не видишь, да? Как он сюда попал? Ну что, вы хотите спать себе зря? У нас, смотрите, знаете, как получается? На Китай-городе у нас мы с руководителем общались. Прям вот лично достал, убрал и довел инструктажем. Просто из-за инструктажа у кого проводится? Антон, тут наоборот. Тут мы достали, отдали, а вот человек назад повесил. А вы курируйте это, чтобы, да? Поличный состав, уточню этот вопрос. Тогда сейчас уточню. Помощник начальника, он по личному составу. Подполковый. Смотрите, и... Как относитесь к гражданам ДСП? Ну, уже, давай, надо подпишись, да? Подписи? Нет, вообще, это просто килограмма. А давайте напишем, что... Давай, давайте, уважаемый, не надо вытаскивать. Почему нельзя? Примените к ним. Я могу ознакомиться. Не вы заправляли стэ. Стэ для ознакомления, для того, чтобы убирать эти вещи бумаги. Так это не документ вообще даже, если честно. Ну, где-то, пожалуйста, посмотрите, вот этот документ есть. Документ, утверждаю начальник отдела, вот этот, кем это ждено. А если я сейчас здесь сюда что-то напишу, и вы пропустите, или как это будет? Можно снимать. Я напишу сейчас, не знаю, там, только в шортиках, в синеньких. Ну, да. И при входе обязательно сдаем, когда надо поутрировать, да? Так и получается. Как их поутрировать, пародировать, и при этом... Нет, 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 тут не рамка... Я согласен. Издеваться всегда легче, чем... Вас как зовут? Меня зовут Сергей Константинович, помните меня? Я прекрасно вижу вашу позицию сейчас. Сергей Константинович, мы вас услышали, заявление ваше... Я без троллинга, без юмора говорю, вы просто... Если вы будете улыбаться и отвечать гражданам, то есть на разных людей по-разному реагируете, это же по-разному всегда происходит. Если вы даете какую-то эмоцию, у нас же как, да, закон полиции правильно пишет, с контактом для граждан, да, то есть у нас и разные, кстати, не будем говорить про гласность, там и про прочее, про критерии оценки, мы говорим о том, что нужно взаимодействовать с гражданами, да, это более с общественной организацией. Мы задаем простые вопросы, вы говорите, уточните, там еще в пресс-службу только не посылаете, что радует. Была пресс-служба, да? Пресс-служба, да? ДСП-шные приказы, каким образом здесь? ДСП-шные приказы пусть до вас доводятся, ДСП-шные приказы для граждан никакие, это не уголок потребителя. А дайте, пожалуйста, прислужбу, присылайте на пресс-службу, а как вы с ним связали? Смотрите, мы вообще для взаимодействия находимся здесь с вами. То есть вы говорите, да, каким путем требовать информацию? Смотри, какая камера здесь. Большая? А вы вот сами готовы взять, да, запись ведете, это законно? Здесь ведется фиксирующая запись для того, чтобы данные заявители не превышали заявку на гражданство. У нас то, что мне, смотрите, разницы нет никакой. Господа, занимать действие можно принимать по-разному. Согласна, поэтому здесь... Можно найти? Даже сейчас, во время попытки разговора, вы постоянно пытаетесь описать разговор, правильно? Это же нормально, у вас же слышат. Для того, чтобы потом что-нибудь устроить. Сразу вам скажу, что вы не пытаетесь, вы не пытаетесь, что-нибудь устроить? То есть вы не хотите формулировать положительный образ? Вы же сотрудник полиции? Я неоднократно сталкиваюсь с журналистами, как дела, друзья. Я сто процентов сталкиваюсь. У нас есть место с НТВ, когда показывают, что вы красавчики, мы за вас, а потом выпускают перевернутый репортаж. Я же не говорю про это. Если вы будете позитивны и законопослушны, снимать нечего, понимаете? Видео нечего, нечем покажетесь. Вы скажете, что у вас все хорошо, мы не запрещаем. Законопослушно граждане, тем не менее сотрудники, нарушили служебную инструкцию. За это будет проведена служебная проверка, а результаты проведения проверки будут направлены в Следственный комитет России. По одному, по второму, а и по второму. Я лично, лично проживаю полный. Памилия руководителя и печати. Нет, здесь нет фамилии, кто это придумал. Потом просто будет ответ такой, что это кто-то сюда засунул просто так. Да, это нечаянно засунули, сами посетители. И этого не было. Чтобы отсловить. Можете ослаться. Я вам не буду делать все эти вот переметы сейчас. Но можем его забрать? Вы сфотографировали. Давайте так. Это не ваше собственность. Здесь не написано, что ваше печати. Все, что находится в помещении, это в Сверху. Здесь находится в помещении, и это для... Вот эта ручка, это для того, чтобы я писал. Чтобы вы писали заявление. Я пасту трачу, правильно? Я пасту трачу. Я подчищаю вашу пасту. Нет, паста не будет здесь. У нас есть служба тыла, которая обеспечена. Паста, бумага. Бумага, как раз. Кабурами. Вот видите, всяческие попытки спровоцировать, чтобы совершать вымпуск. Показать фото жабы, что ли не других. Но я с вами согласен. Да какая фото жабы? Ну это закончится, по крайней мере, каким путем. Нет, вы не идете в контакт. Вот смотрите, я вас спрашиваю на контакт. Нет, вы же, нет, вы человек разумный, и в данном случае сотрудник. Я понимаю, что достаточно компетентный. Я вижу, я уже шел на улице в ДСП. Для меня это для служебного пользования. Говорит о том, что оно для граждан должно быть нехожиданным. Понимаете, логика ваша. Логика. Я поясню. Я сегодня просто суток, у меня сейчас после обеда придет юрист. Я сделаю ссылку на четыре закона, где я за счет личных данных и так далее вывешу. На основании чего здесь не ведется съемка. Почему эту бумагу вырвали с поста? Ну это я пообщаюсь с постовыми. У меня была ссылка на шести места, где расписано, почему нельзя проводить съемку. Именно в помещении дежурной части. Если кто-либо это помещение дежурной части предванет, если кто-либо пришел в судан сообщить о преступлении, а вашей видеозапись останется общественности, его лицо выплывет, и в этот результат этого этот человек погибнет, еще дальше, а если, знаете, у кого-то есть определенный половой признак, и он может изнасиловать, то же самое. Вопрос заключается в другом. Наша задача обеспечивать максимальную защиту персональных данных. Прекрасно. Именно поэтому вы вас не перебиваете. Если вы правы, я же вам сказал, по 19-3 часть 1 всех оформите, или же примените какую-то меру принуждения дежурной. Сейчас никто не пишет заявление. Значит, мы сейчас не нарушаем. Я вам что-то сейчас сказал. А где написано, что когда пишут заявление? Подождите секунду. Мне про ссылки есть. Возможно, я же из законов не прав. Я 100%. А если человек на улице заявление пишет? Вот человек на улице заявление пишет, например. Как ознакомиться? Там написано, любым доступным способом. Или дает устное заявление. Сюда должны попадать, чтобы написать заявление. У нас заявление о предоставлении услуги. По факту мы здесь предоставляем услугу. Госуслугу. Нет паспорта, я даже не смогу ознакомиться с этим. Вы представляете, для кого? Вы не забываете, кто вас поставил. Давайте мы с вами закончим по видео. Вы не забудьте, когда законы будете писать про ссылки. Самый главный закон у нас в Конституции, 29 статью, упоминайте, что собирать информацию в любом доступном способе. Все. И мы сразу же дальше делаем выписки. И потом уже иерархию какой-то законов. Собирать информацию в любом доступном способе. Не нарушая закон. Если я вас сниму в каком-то непотребном виде или буду делать образующий состав... Сотрудник полиции у вас является публичным. Съемка их не запрещена. Окей, я говорю про нарушение другого. То есть вы говорите же про персональные данные, про инсинент. Я сказал. Вы сказали, если ведет заявление и персональные данные, дальше публикуется нет. То есть вы уже знаете, фантазию у вас, конечно, потрясающе. Так же, как и вы говорите. Что я говорю? Я сюда говорю, что здесь предоставление услуги, общественное место. Скажите, а сюда человек без паспорта может попасть? Если человек пришел с заявлением, например, о как же паспорта написать, он может попасть без паспорта как-нибудь? А как он это выяснился? Я не знаю, вы скажите. Он сюда просто может прийти и написать заявление? Какое-нибудь другое заявление. При входе люди с потерянный документ. А если у него не утерянный документ, но они дома, а его измилили сейчас первым? Он может зайти без паспорта, тогда он сообщает свои данные. А он должен объяснить при входе цель визита? Если он не говорит правомерно, его сюда не пускать? Тогда мне поясните следующее. Как может человек без паспорта, без документов, выстеряющих личность, попасть на режимный объект? Вы говорите, это на режимный объект? Каким образом? Здесь есть вот это помещение. Общий доступ. Дальше не пропускаем. Я еще раз, господа. Здесь свободный доступ должен быть. Господа, вы профессионалы в своей области. Я ни в коем случае не умоляю ваши достойные слова. Но и говорю еще раз. Вот этот автоматчик должен стоять вот так у лестницы, либо вот здесь. А мы до автоматчика можем подходить. Кстати, кроме Москвы, во многих городах, у нас в Москве крепость, да, там свободный вход, и именно после дежурной части решеточка и дежурный стоит. То есть я много где это видел. И только в Москве вот крепость такая. Пожар будет, как он будет выскакивать? У вас здесь все дым накрыто. Дым и все, до свидания. А он сейчас сознание потеряет автоматчик, и все. Где там кнопочку нажимать? Кто будет кнопочку в дыму искать? Во-первых, кнопки есть. Вы не переживаете. Нет, это лишний препон. Вы не считаете, что это лишний препон? Это мешает беспрепятственному проникновению сюда людей. А вы боитесь людей что ли? А в садик, в садик, в школу, в школу там такого нету. То есть в принципе туда беспрепятственно они могут туда проникать, разрывать школу, садик. Без препятствия проникнуть в садик и в школу, люди не получат возможность дополнительного завладения оружием. А, то есть тут вот в чем секрет. Пофигу на детей и на людей, главное, чтобы оружие не получили. Вы ведите в мою машину. А если у вас в 5-й части высказать грязные эмоции, высказать грязные эмоции, потому что логика нет, логика подобная. Нет, логика никакой подобной. Вы говорите, вы переживаете. У нас в населении хватает стволов, чтобы не затариваться в отделах полиции, вот я вам честно. А маска полиции нападает. Введите в мою машину, просто откройте машину и заберите. У людей хватает стволов. И не надо никого убивать. По поводу вашей машины, то, что сотрудник нарушил, в отношении его вы проведете на служебную проверку. Но вы же по личному составу, вы виноваты, вы не довели. Согласен, в отношении меня, в отношении меня, руководство проведет проверку, материалы, нет, не вы. В отношении меня, вы проведете проверку моего руководства. Мы расследование проведем. Вы не правы проводить расследование. Вам это никого не запрещают. На видео есть, как вы дезинформируете, вы повесили вот эту структу. Да, ее можно было просто снять. На время сомнений сейчас вы можете это вытащить. А если убедитесь, что это действительно должно присутствовать здесь на стенде. Вот. Компромисс, вопрос компромиссов. Пока мы не уйдем. Ваши персональные данные, у вас же сохранились, правильный человек, кто писал. Конечно. То есть я могу сказать, что это... Да нет, может, что угодно делать. Мы вообще в праве все, что угодно делать. Макс. Скажи по столу, когда юрист придет, пускай мне рассылочку еще раз распечатает. Я сюда повешу. Вот. И мы как раз с этой рассылочкой будем знакомиться и с вами общаться. Нет. В рамках правовой казуистики, так скажем. Я согласен. Если у вас есть интернет, просто забейте отмена какого-то приказа. И все у вас вылетит, там все сразу. Один, один, один. Да. Саша, не в этом все. Приказ написан ДСП для служебной пользы. Они не могут вывешиваться на уголке... Я консультант, почему? Консультант тоже. Мы когда в суд подали, он же отменил колокольца. Я понимаю. Ты понимаешь, что главное... Они сказали, что... Они же пришли, что... А что вам вообще не нравится, если он на вас все равно не распространяется? На граждан, да. Что вам вообще не нравится? Вот так сказал МВД. Говорит, а он же не может быть к вам применен. Ну как так? То есть ваше права, права ваше не усемляет, потому что он не для вас. Да не в вас вводит, а вот именно он вводит в заблуждение. Он же по личному составу. Значит, ты человек ввели в заблуждение, скорее, потому что... Глав комментирует в законном суде, как? Говорит, что к вам вообще же не расстроен. Если они вводят, там нет подписи. Если есть много жуни, то вводят. Антон, если я не знаю закон, меня что, ввели в заблуждение? Человек просто неграмотный, я говорю, подходит к этому делу. Вот я говорю, вот мне понравилось. Вот этот вот. Идеально. Опер, который был, прям как с иголочкой, со всеми правами ознакомил. Все объяснил, обязанности объяснил. Все прямо на камеру, четко сделал. Не боится камер. Вот такие сотрудники должны работать. Поэтому я подхожу, говорю, я должен машину, баранку крутить, а не здесь стоять с автоматом. Так оставь автомат идти, крути баранку. Ну, понимаешь, это потом человек, знаешь, там не служит в несоответствии, до свидания. Он же там комешка. Нам разрешено все, что не запрещено, а тут наоборот. Все запрещено, что не разрешено. Смотрите на ремень и на кабул его. Мы ему сделали замечание, он говорит, не твое дело. Не то, что замечание. Я ему сказал, скажите руководству, что выдали вам нормальную кабулу. Там пистолет чуть не выпадает. Вы не имеете права делать мне замечание. Не, не, он сказал, что что-то не ваше дело или что-то. Я не сказал, что жетон на месте, вы утверждали, что его нет. А сейчас он без этого, без гилета. Бронник поле нет. Мы не время. Знаете, знаете, как у вас никогда посредители. Я поэтому оставил адрес почты, вам где сбросить записи, а я предъявил уходу сотрудникам, которые будут проводить проверку. Проверки, знаете, когда приходит специальная проверка, в чем она является потемком следует деревня? Заяви, но когда приходит проверка какая-либо, там с московской, сельсской группы, когда сотрудничают, у вас кулер есть, кулер с водой. Его возят по всем, вот есть, есть план в 4 УВД, кулер ездит с водой. Я не знаю, главное, кулер, 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 кулер. Судя по этой, да, есть. Ну, смотрите, вы только что поинтересовались, я хочу прям показать. Да, видите, ну, сделка. Ну, я не вижу. Более того, я говорю представить, он говорит, не обязан. Я думаю, кто? Ну, и второй такой же. Извините мне, пожалуйста, что у меня была материировочная база, когда мы провели проверку. Почты есть, да? Да, я не могу сказать. Астечка есть у вас? Алло. Вот у меня поезд. Заражение болит. Должна быть оттечка. Пойдемте, разбор нам дадут, чем перегонировать. А здесь там, а здесь не должна быть. И в этих киевах мы не должны открываться. У нас здесь комната разбора задержанного ставленного. И там на случай повреждения. Астрах-пайок тоже, помните, разбор? Астрах-пайок и постельное белье. И журнал, где все это записывается. И идет сессия. Сколько сантиметров там уголок какой-то должен быть? Помните, когда запретили футбольный матч, когда кто-то, по-моему, с нашей сборной, это было лет 10 назад, кто-то померил ворота у нас. И оказалось, что... Да, это отменили. Не запретили, отменили. Но отменили, да. Да, Спартак легал туда сменами. И у них ворота показались, что на сколько сантиметров выше. Поэтому была переигрывка. Поэтому, опять же, в рамках исключения негатива, когда есть обратная связь, когда руководство говорит, у нас на Китай-городе самое интересное было. Пришли, доведем, выясним, все нормально. Понимаете, обратная связь, возможно, когда тебя в процессе разговора не пытаются оскорблять. Вы сотрудник полиции? Секунду. Вы готовы, должны быть, к любым провокациям. Я принимаю, с бандитами. Мы же принимаем все заявления, которые вы делали. У вас кто-то оскорбил лично. Вот сейчас стоит присутствие, кто расскажет, что колокольцы возят один код. Я вот так же говорю, я свои слова отвечаю. Один и тот же код с одним и тем же инвентарным номером. Как может быть перепроверка? А вы потом извиняюсь, будете? Если я не прав, я извиниюсь, что мне не докажут. Хорошо, где код. У нас нет код. А почему он приезжает на проверку всегда кулер? Нет, у нас код. Воды почему? Я сейчас в обороку подошу. Дежурную часть. Я не могу. Там кофе есть. А кофе, кстати, за деньги? А кто проводит? Это вот за месяц. Это незаконно. Избермарк. Делается здесь в Кельсинской, когда ездишь, всегда же вода указывает, что есть вода. Кулер, аптечка. Даже комната для собранного мировления должна быть. Вот, например, у меня в отделе начальник. Да, кстати, вот для персональных данных. За свои деньги он поставил, и они все гордятся. Говорят, это начальник, он за свои деньги кулеру своё. У нас вот когда в Мещанске мы были, я кучу воды. Он побежал, он привёз, принёс воды. В службе УВД-Подсава, можете вы это сюда подвергать. Я думаю, что у ВВД-Подсава, что бы ты здесь вмещал иначе. То есть кулера у вас здесь сейчас... Знаете, я удивлю вас. Недавно Драгомёвский суд, знаете, они... В общем, Драгомёвский суд зашёл перекусить. Они поставили там внутреннюю какую-то свою женщину, и которую сверху контролит, так скажем, поддерживает ФССП. Женщина ни чеков не выдаёт, ни бланка, ни почёт. Я просто примеру, да? И после вот этой публикации, почему написали вначале только для сотрудников, а потом вообще её закрыли. То есть это очень часто, очень, ну, как... В принципе, это удобно. Кто в храме правосудия, попытается высказаться правосудие. Сотрудники же знали, что... Есть документы у вас сейчас на кофе? Смотрите. УВД-Подсава, туда обращайся. Подождите, у вас здесь стоит? Да. А сертификаты есть качественные порца? Вдруг какой-то некачественный кофе? Нет, там же должен быть указан компания. Там ответственная. Да. Нет, тут ответственная. Кто должен быть? Где? Нашёл? Нет. У вас батарейка садится. Нет, заряжается. Я заберу тогда пока на ответственное хранение. Я вот это меню. Нашёл аппарат, человек, да? Кофейн. На него не документы идут. О чём я делаю? Вам нужно находить у вас документы, соответственно. Вы можете написать ещё два заявления. Нет, я его заберу. Нет, я его заберу. Там нет документов вообще кому-то. Там нет у вас даже данных. Ваш этот аппарат или нет? Нет, подожди. Ты-то не заберёшь. Они могут себе его оставить на хранение. Я могу выключить и написать заявление, чтобы вы его приняли на ответ на хранение. Почему я не могу? Изразец выучить. Валерное заявление, вы можете написать, что это было. Почему я не могу выучить изразецки? Я нарушу какой-то... Вы его не включали? Зачем его не включать? Я нарушу вот здесь выключатели. То есть я выключу, я нарушу какого-нибудь? Это называется оппозитивное общение? Нет. Я говорю, я права, я ещё раз говорю. Человек профессиональный провокат. Это называется нарушение права и учителей. Профессиональный. Смотрите, я ещё раз говорю. Человек утрирует, всячески выискивает моменты. Я объясняю, что если вы не согласен с какими-либо действиями, есть дежурная часть, вы уже подали, по-моему, 6 заявлений, да? Слушайте, но вы когда приходите к человеку с обыском домой и говорите, у вас вот это не так. Он же не говорит вам, гражданин, что... Ну, вам не нравится, начните заявление, оставьте право. Пришли провокаторы настоящие. Обыск. Как доставляется определённым гражданам с разрешением суда. Правильно? Не всегда. Вы следовали, у вас здесь разрешение. Должно быть выписано на основании чего? Неотложность следственной действия. Посмотрите, у вас бомж сидит, вы же не говорите, он у вас разделся, он в недопытном поведении, здесь там бородой там чем-нибудь у вас там кидается. В этих случаях мы говорим, ой, профессиональный провокатор. Мы вызываем специальную службу, которая его забирает. Ну, если у него бородача, вы знаете, что он высоко нарушает? Или сопли теку, даже не нарушение? Мы вызываем скорую помощь, возможно, мы можем показать вам ничего. Давайте здесь, соответственно, вызовем, чтобы разобраться с этим аппаратом. Ну, это нарушение прям... Во-первых, он потребляет вашу энергию, законно-незаконно. Давайте разберемся. Давайте человек еще там за время поменялся. Я не подошел, он вообще... Я хочу налоговые деньги все-таки сэкономить. Нет, ты посмотришь. Пойдем. Главное, видишь? Здесь все как. Здесь даже... Он еще и воду потребляет. Что здесь, Влад? Потому что он очень опасный, блядь. Может быть, это... Пожалуйста. Он еще и воду потребляет. Но вода, наверное, своя же. Нет, нет. Вода, воду он потребляет. А, вот, вызов мастера. Это мастер. Телефон. Это не... То есть, кто ведет предпринимательскую деятельность, непонятно, да? Здесь должен быть сертификат качества, при соответствии на этот аппарат и на... И, соответственно, документы, кто... Документы на продукцию должны быть. ...что вы считаете делу сотрудников полиции... Нет, вы не сможете... ...и пытаетесь... Я думаю, я не могу со слов... ...есть сотрудников, которые запишут. Со слов можете. Мы можем записать ваше слово. Вопрос. Нет. Вот, ну, золк в Дмитрий Юрьевич. Люди хотят доказать свою правоту в отломочке. Я вот из другого города приехал, хочу корж пропить и бронить. И бронить, и бронить, и бронить, и бронить. Это мастера? Да. А вот если сломается, допустим, вода потечет. Ну что, пойдемте, а то еще что-нибудь найдем, блин, опять это самое. Заявление писать что-то еще. Докопай... Не прикручено гальваническими коров-головками. В общем, я думаю, человек поймет, да, устно и так. По-видео, по-видео сориентируйся, для будущего. То есть лично ничего нету. Тебе, Зиня, спасибо. Я вообще, мы случайно здесь, кажется. Все. Мы не планируем. Нет, это... Вот виноват тот, кто вот... Человека сюда привез. Человека уволили сегодня, так что все хорошо. Трехового? Да. А среди них вот не было, это полицейского водителя? Полицейского? Нет, у него только взыскания будет. Да, что же началось. Ты же, что у нас не полное служение. А у вас сейчас полугольник? Ничего, потому что... Она пропустила ограженную машину на территорию. За это увольнение. То есть по статье. Да, по отрицательным отъем. Ладно, все. Все, пойдем, Блис, есть рекомендации. Бои, все, ждем. Ждем. Здесь не должно быть. Смотри, здесь получается вообще... Хотел, Игорь, привлечь на место. Здесь, по-видео, не захвастому. Видео, записи. Задим, скажем. Говорит, вы меня оскорбляете? Ну-ка. Я говорю, бумажку даете? С кем? С кем? С кем? Ходишь, получается, да? Вот, понял, да. Ну. Вот это дежурка. Тут должен быть огнетушитель. Огнетушитель должен быть за пиной сотрудника, правильно? Нет, конечно. Да. Если мы вот так входим, вот отсюда. Тут должен быть пожарный шкаф. Здесь должен быть пожарный кран. Кран, да. Кран и телефон. А вместо него... А вместо него поставили аппарат. Да. А вот это что такое? А это запасной выход, кстати. Нет, дожди, вот это что такое. А это кнопочка из вещатель пожарной ручной. Тоже с другой стороны. Вот этот раз должен вот с той стороны стоять. А тут нет ничего. Тут только... Нет, это да. Но по схеме дано. Уже... Хорошо. Ладно, это уже да. Я разрешил вам... А я где сейчас кто-то узнал? Когда там он пришел? Уважаемые, я еще не спиратировал. Вы зашли на служебный... Дим, пойдем. Пойдем. Так, где он? Я не знаю. Где Шак? Ну, все люди разные. Просто мы тут уже давно, а он новенький. Ему все в новинку. Нет, ему не в новинку. Он играет на вашу камеру молодец. Ну, да, да. Каждый обрабатывает свою зарплату. Опять сразу свое. Вот опять... Вы работаете бесплатно? Я работаю, я не работаю. Согласен. Нет, я не знаю. Я всегда музыкальный... Это, это... Да, я просто зову. Я тебе подаваться. И вот эта идея, где-то я бы смею не пригласил. Я забью... Вот, особенно... Здесь финишки... И потом... Все, вычерите, вычерите. Продвиг мало. Дим, с самого доброго. Да. Слез, одиночка. Надеюсь, разберите человека по видео и... Будем сразу согласиться. Да, все. Счастливо. Надеемся, в следующий раз похвалим вас вообще. Да. Господа, только хозяин машины. Да. Будьте любезны. Ну, им захватит на сегодня. Хорошо. Только хозяин машины сказать. Туда. Хозяин. Хозяин не готов. Ходи-то. Иди, что ты. Хозяин машины, ты. Давай, я-я-я. Проходной двор закрыли. Нам закрыли ворота на цепи и сидят все в бронежилетах. Автоматчики. Снимаете? Снимаем, снимаем. Вон там черная дверь есть. Рядом к двери есть щель в заборе. Там все видно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова